Друзья, в этом видео я вам покажу, как тренировать восприятие на слух английской речи, если вы только начинаете изучать английский язык. Если у вас начальный уровень, вы кое-что знаете, скажем, пару правил, 200-300 слов вы уже выучили, смело можно начинать работать по моей методике. Именно так я занимаюсь со своими учениками. Итак, что мы делаем? Мы берем очень простой базовый текст. Я люблю аудиокниги, адаптированные. В данном случае это будет The Five Orange Peeps. «Пять зернышек апельсина» — это рассказ про Шерлока Холмса Коанн Дойла. Что мы делаем? Мы сначала слушаем фрагмент целиком, буквально секунд 30, и пытаемся понять основную суть, основную мысль, незнакомые слова мы игнорируем. Готовы? Are you ready? Let's start! In September 1887, my wife was visiting some of her family. So I was staying with my old friend, Sherlock Holmes, in Baker Street. It was a windy, stormy evening, and the rain was falling heavily outside. Suddenly, there was a knock at the door. I looked at my friend in surprise. Who can this be? I asked. If he comes on business in this weather, it's important, said Sherlock Holmes. Come in, he called. Если на начальном этапе вы поняли хотя бы половину, это очень хорошо. Можно переслушать еще, скажем, 2-3 раза тот же фрагмент. Следующий шаг. Что мы делаем? Теперь слушаем по предложению, но не целиком, а буквально по 2-3 слова, и пытаемся сразу понять, что же это за слова. Значит, что мы делаем? Включаем запись еще раз. In September 1887, в сентябре 1887 года. Дальше. My wife was visiting some of her family. My wife, моя жена, was visiting, to visit это навещать, was visiting, past continuous, да, сложная форма, но вам главное понять, что visit это навещать. Значит, жена навещала some of her family, кого-то из ее семьи. Сам это чуть-чуть немного, но в плане кого-то из ее семьи. Дальше. So I was staying with my old friend, Sherlock Holmes. So I was staying, to stay это остановиться, поэтому я остановился. With my old friend, у моего старого друга, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. И там еще было в конце. Где именно? In Baker Street. In Baker Street. На Baker Street. Наша задача идти буквально по слову, по 2-3 слова, и пытаться понять хотя бы то, что мы знаем. Слово September, слово wife, слово friend. Это нужно воспринимать, выхватывать из потока речи. Слова незнакомые, конечно, можно пропускать. Потом посмотрим в текст. Дальше. Второе предложение. Слушаем. It was, это был, a windy, wind, ветер, windy, ветреный, stormy, а слово storm, это шторм, да, или грозовой, stormy evening. Такой ненастный грозовой вечер. And the rain was falling. And the rain, и дождь, was falling. Опять же, fall, падать, was falling может быть сложная форма, но просто думаем про то, что fall, падать. То есть, шел дождь, was falling, как он шел? Heavily outside. Heavily. А слово heavy, это тяжелый, то есть, шел тяжело. Это, на самом деле, шел сильно. Outside, это на улице, там, за окном, да. Suddenly, there was a knock at the door. Suddenly, это вдруг, неожиданно. There was a knock at the door. There, там, was, был. Там был, knock, это стук. At the door, в дверь. В общем-то, по-русски, раздался стук в дверь. Понимаете, что мы делаем, да? Сначала прослушали целиком. Мы тренировали общее восприятие речи. Выхватываем основные мысли, самую суть. Потом мы идем по словам и пытаемся из потока речи вычленять отдельно каждое слово, каждую словечку, каждую фразу. Давайте дослушаем. Осталось всего пара предложений. Тренируем эту методику. I looked at my friend in surprise. I looked at my friend in surprise. I, это я, looked, посмотрел, at my friend, на моего друга, in surprise. Это не то, что в сюрпризе, это удивленно, в удивлении. Who can this be? Who can this be? Who, кто, can, может, this, be. Это быть. Кто это может быть, да? То есть вопрос задает Watson. I asked, я спросил. Дальше. If he comes on business, если он приходит, да, comes приходит, on business, то есть по делу, по бизнесу, да? Если он приходит или пришел, да, по-русски лучше сказать. Если он пришел по делу. It's important. It's important, это важно. Important, это важный. Said Sherlock Holmes. Said Sherlock Holmes, сказал Sherlock Holmes. Come in, he called. Come in, he called. Come, это приходить. In, это в. То есть заходи, he called, он позвал. Друзья, ну что, поняли методику? Сначала мы слушаем запись целиком несколько раз, пытаемся понять основной смысл. Незнакомые слова мы игнорируем. Это нормально, то, что вы не все понимаете с первого раза, мы же только учимся. Второй этап, это слушаем по фразам, по словам, буквально по два-три слова. Можно перематывать, пытаемся вычленять из потока речи те слова, которые мы знаем. Которые не знаем, потом посмотрим в тексте. Потом, когда разобрали фрагмент по слову, по реплике, что-то не поняли, это нормально, открываем текст. Сейчас текст уже у нас был, поэтому этот шаг мы как бы не делаем. Я сразу же расшифровывал, что же говорил спикер. И в конце, последний этап, то есть послушали целиком, потом по фрагменту, посмотрели в текст. И последний шаг, еще раз слушаем фрагмент целиком, еще раз целиком, и закрепляем на слух, что же там говорил спикер. Друзья, вы смотрели канал ProEnglish. Кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите, как вы тренируете восприятие на слух английской речи, что вы смотрите, какой материал используете. Чуть не забыл, в описании к этому ролику будет еще ссылка на небольшой опросник. Мне очень важно ваше мнение, что вы думаете, пожалуйста, потратьте 30 секунд, заполните. Там очень простые вопросы, потом расскажу, что это такое. Друзья, скоро увидимся в следующем ролике. See you guys really soon in the next video. Bye-bye.